Память легендарных предков почтили и в Маграмкенском районе парад военной техники, шествие бессмертного полка и полевая кухня. Наш корреспондент Раим Абдулаева побывала на красочном празднике. На центральной площади Маграмкента многолюдно с самого утра жители района, учащиеся школы-пограничники приняли самое активное участие в параде. Более двух тысяч человек в 1941 году ушли на фронт из Маграмкенского района. Половина из них не вернулись с полей сражений. Подвиг каждого своего земляка помнит молодое поколение жителей Маграмкента. Парад военной техники на БТРах сотрудники Дербенского пограничного управления ФСБ России, дислоцированной Маграмкенском районе. Эти ребята обеспечивают безопасность в Южном Дагестане. А это любимец всей кинологической службы Амчар. Благодаря чутью этой овчарки удалось предотвратить несколько десятков диверсионных акций. Далее в праздничном шествии администрация района многочисленные гости, школьники, которые возложили цветы к обелиску с именами погибших героев. Трехкратный залп из автоматов в память о тех, кто не вернулся с войны. Несколько сотен жителей Маграмкентского района сегодня участвуют в акции «Бессмертный полк». Выйти на парад с портретом своего легендарного предка – особая честь для сегодняшних школьников. Меня зовут Шангаров Абдулфис. Это мой прадедушка. Я доволен им за то, что он защитил нас. И скажу спасибо за то, что у нас есть такая жизнь. И желаю успехов всем. Мирного неба над головой. Это мой отец. Из нашей семьи ушли Аминовых. Нас много, шесть человек. Я сегодня только своего отца взяла, потому что дети не смогли приехать. До конца войны дошел, вернулся, работал в родном селе. У нас в нашей семье шесть братьев их было. Только двое вернулись, остальные погибли. Были врачами, один был хирургом. Победа Великой Отечественной досталась нашим дедам дорогой ценой. Задача сегодняшнего поколения – быть достойными памяти наших героических предков. Наши обязанности уходят передать по наследству, чтобы наши дети, внуки, правнуки, чтобы помнили о наших дедях, которые в самые суровые времена отдали свою жизнь, чтобы мы жили сегодня в таком прекрасном мире. Ну и какой же день победы без полевой кухни? Отведать гречку смог каждый желающий. Праздник завершился концертом мастеров искусств Маграмкенского района. Раима Абдулаева, Эдгар Иминов. Время новостей.